красивые ботиночки здрасьте аня оделась отдела обувь пациент короче у меня тоже были такие ботиночки помните кто смотрел турецкие как магазин назывался обуви карата и мне там вы такие губили и я их не смог них начал ходить и надавил сразу же там что-то короче не зря говорят что надо когда покупаешь обувь чтобы там блин ноги не те круче хочешь я сказать не надо было как-то есть такие советы по по покупке обуви что ты куда хочешь целый день допустим отекают ноги ты покупаешь покупаешь эти обувь приходишь домой ноги успокоились отдохнули и они на тебя большие у меня что-то получилось наоборот а наоборот почему потому что мы покупали летом мы там ходили я вообще был ну в тапочках мне дали какие-то такие как чулки капроновый да я одел мне класса приехали сюда получать себя носки отдел погода у нас же какая уже в октябре ноябрь в любом случае теплые носки не не летние носки и все второе вторые черные так и не продал оставил походил пару раз натер такие страшные себе мозоли на пятки но уже все уже оставил уже перетерпел уже вроде буду ходить но они как бы не зимние поэтому них можно будет хохох тонких ходить а так бы я в цвет выходил бы теперь она со мной цвету а я короче еще хотел сказать я выходил записал такое видео теперь буду часто такие записывать видосики потом может удалять их буду нефигом делать ну так прямой эфир типа записал на телефон сразу выложил потом мы сейчас посмотрели пока мы гуляем вот скажи пожалуйста куда мы идем вот я поднял там тему что мы живем большущим городе и нам некуда сходить нам ничего не надо нам некуда нам некуда сходи скажи нам ничего тут на голову не упадет просто реально нам почему-то мы нас все время нудно нам это сад нас зависит мы просто дома то что позже ну конечно от нас 32 смотри сколько колес что нам за склад колес видишь короче аня не хочет говорить как почему у тебя тоже такая же проблема да ты куда она вообще сейчас говорит куда мы идем я хочу просто куда-нибудь пройтись по магазинам по заглядыв ну что дома уже надоело чуть-чуть мы побудем и надо валить куда-то нам уже уезжать мы не можем больше я может пусть сделали вывод сегодня не сказала что мне больше двух месяцев нельзя тут находиться я уже потом начинает мне конечно блин какой запашок пошел он прямо с этой с трубы наверно идет до запах а не смотри у гоблин пахнет они шашлыками а мясо пухов запах ёпыры сыты я захотел покачу турецкий зараза чечевичный суп смотри и музыка турец пахнет а ничего нет это зачарованный как а ты имеешь ввиду что там у них стоит этот ароматизатор ароматизатор хитрость хитрость запах сумасшедшая ничего не готовится до пахнет блин да это фигенером класс придумано короче там пошли быстрее отсюда тут машины носятся вообще хоть бы они даже не притормаживают как будто людей не смотри они летят блин они обрызгают с одной стороны машина с другой стороны ребенок бежит в лужу прыгают вышли пройтись короче слышал я точнее вижу я в ютубе зеленский нам с книжками выступал я захотел зайти в книжный магазин посреди нас есть ну книжек накупил так кто-то сказал что у нас книжки только на украинском языке и на украинском а типа на русском ущемление идет если будем книжный проходить заглянем даже заходить а вот магазин всегда тут каждый месяц идет ремонт ну месяц как может нам так по крайней мере к нам так кажется да заходит один магазин раз парк месяц прошел нифига видно не получилось у них все и главное что каждый под себя ремонт переделать так давай иди сюда то подожди на сады да туда не будем заходить по русскому русскому да и на русском и на украинском все как положено заходить туда не будем он классно играет смотрите как у меня в детстве морской бой 300 дедушка сколько тебе 365 лет 365 гривен морской бой хочу да и у меня было мы с братом играли об связь бы тоже поиграл бы в нее опять они на 8 марта подарить а мне на день рождения он выключение крика и вали все на русском не знаю-ка на русском и на то короче пошли все понятно история украины на украине вот и на русском и на украинском все как положено а вот какие книжки вот внутренне хочу заходить пугать продавцов вон большая книга ленивая мама вот пожалуйста видно все все видно вот женщина которая есть все как положено пошли и меня свой бутик привела хит без маски забороны надевай то твой бутик твой магазин любим какие-то туфли дебильные что они сами не идут вообще нет короче не могу я зимой что-то покупать ходила из одежды это вообще катастроф это нужно чтобы что-то очень сильно необходимо мне было тогда я куплю я уже подготовлюсь приеду там одену специально чтобы меньше вещей там а так лучше уже подождать тепла когда тепло будет потому что во первых жарко во вторых какой-то еще видишь и ты должен мерить это надо все снимать кучу своих штанов двое штанов куртка кофта короче разбываться это кошмар одно дело ты летом пришел в тапочках в шортиках все ты так и скинул обул подел и все можно перемерять пол магазина сейчас зима блин знаете хули ту зима короче все подожду на не тут постою сейчас пойдем короче вверх по науке проспекту науки по магазинчикам там несколько магазинов я хочу зайти давно хотел кстати кому интересно доллар сегодня вот такой в общем уже сами не знаем вот самое страшное вот я всегда об этом думал и боялся что самое страшное так когда нет желания что-то снимать когда ты получается выработался выгорел называется выгорание я думаю и все это короче не видишь не надо ли место менять жить для жизни можно нормально живи себе радость и бегать прыгать там катайся на велосипеде на моя могу тоже просто стись на машину и покататься но именно по съемкам вообще вот получаются выгорание это еще хорошо что у меня там знаете у нас не полмиллиона не миллион подписчиков как у людей есть доходят до кого-то уровня и происходит с ними такая фигня все ну то что там идеи идеи есть но они как-то не выполняем вас здесь именно нужно то погода мешает то еще что там то финансов не хватает короче как-то так поэтому ты ходишь не удовлетворенный и каком-то типа своего рода депресснике находишься это как-то так хотя депрессника самого как бы нет и рад знаете как у цоя поется вроде жил и здоров вроде жить не ту жить так откуда взялась печаль вот это примерно такая фигня ну а так в принципе сплю нормально все хорошо ну без нет никаких бессонниц там это ложишь спать просыпаешься рано хорошо тренируешься а вот именно депрессняк идет творческий кризис потому что надо пора уже короче засиделись мы на одном месте уже все-таки привычка тут уже все глаз замылили ничего не видишь ничего не надо ехать короче куда-то срочно какие-то новые места по харькова как-то тяжко не получается все этот карантин это вся херня ну как-то так так что то что вы пишете там что ну что кто-то пишет или думает не пишет а думает так она есть и мы это знаем вот сам больше не люблю я комментарии которые и так и ну мы как бы сказать банальный комментарий типа ну как-то так в общем ладно детомания уже пойдем так я как перед тем как выходить выложил видео шума типа идем гулять и попросил писать комментарий сейчас посмотрю на вашу активность написали что-нибудь хоть куда нам идти или не 38 минут назад это 4 коммента вы очень крутые замечать заметьте спасибо она бандер чик класс звучит как бренд мария макс привет масс это я попал это она по поводу нового названия канала добрый день валера лариса благоверна это вообще наша блин как же сказать лариса вы просто наш топ комментатор вы все время пишите комментарии на всех каналах каждый день ни одно видео не пропускаете спасибо валера хороший хорошие прогулочки ждем видео скорая весна депрессии сейчас многие это карантин и все остальное вы санечка молодцы спасибо за все видео и вам лариса благоверная спасибо лариса очень тихий звук деревянный шашлык да я знаю я увидел но я уже не я просто сразу с телефона загрузил поэтому я как-то просто загрузил и даже не добавлял звука ничего тихий звук я в курсе это телефон так у меня пишется все спасибо короче куда нам идти никто не написал идите типа короче раньше тут был блин пешеходный переход сейчас люди все идут по старой привычки идут человек получается должен заходить в метро по ступенькам спускаться вниз перейти офигеть и все равно машины стоят на светофоре прикол тут со строится тут со строится тут все строят до сих пор так идем вверх мы короче же в другом магазине но я блин не могу я зашел выхожу сразу потом сказал что здесь динамичку я не решила тоже пошли ну тут кстати вот отдельно есть на типа новые вещи но это тоже секунд но тут есть нормальные висички вот это срика как сколько она стоит скажи я неплохо тихо и ногти не сделала ну покажи что с ногтями кошмар ты кстати не слышала что за спортмастер не то видела и слышала что закрывает их по всей украине и меня так не понял закрывают или не закрыл закрывает тайну не закрыли же какие-то санкции я слышал вроде да про них ну да было такое на ту сторону пойдем нет мы туда идем сейчас прям пару магазинчиков показать вот короче какой-то интересный такой красивая штучка дальше там что-то людей много и все хочет с тобой сюда зайти слышь подарунки для кахана цветку ты не хочешь а ты стесняешься да там цветочки танцы а это коверня кофе пить опять а это штук а я думал просто когда как всегда показать ну ладно и дети я поздравлю иди иди сюда иди сейчас я одну я через вот поздравляю тяня и святом магазин наш пришли уже на к я не хотел показывать тут не видно ну покажешь на своем канале откуда у нее походят замаскированный бомжи блогер а я вообще бомжа 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 мы маскируемся чтобы нас не было видно ладно сосо павляшвили знаете такой певец есть вот магазинчик открывает себе сосо шучу я конечно это просто так столько же придумал короче у меня любимый вид съемок это ходить ну вот на втором канале вот райдран стой подожди я снимаю улицу людей так вот к желанию короче что со мной идет говорит ты знаешь говорить я наверно начну тоже скоро людей снимать ну и арет ну я ее понимаю точнее она меня сейчас понял ну что ты идешь только людей вас ну нет первое что я хотела сказать а в это время я могла делать котлеты в это время могла делать ногти и решила снимать только потому что показать вам потому что мы сейчас идем гуляем да это первый тип людей и люди одеты отойдет человек я не могу понять он либо богат и слишком не был слишком бедный чем вы хотите вообще непонятную дадите у каждого своя мода да и вот это же интересно лера вообще в детстве клоуна ходили так то еще с цирки на сон так одеваться какие-то короткие понятно какие-то шляпочки это просто это вот смотри вперед просто ему ведешь не я хочу сыну чем хорошо в харькове здесь очень много студентов очень много приезжих и ты вообще нифига не понимаешь в моде что у каждого своя мода и сейчас везде так не только в харькове не в этом дело просто реально интересно это сейчас интересно а через несколько лет там десяток будет вообще это интересно когда мода поменяется и мы бы смотреть и думать а как же можно было вообще так одеваться у меня в детстве когда я училась в школе там вошли в моду лосины все разноцветные и вся школа да у кого малиновый оранжевый розовый синий бирюзовый но у всех было одинаково мальвины и все ни хрена не понятно что эти свитера вязаные такие были вязаные свитера таки пока порезка капот не сидора таки махерова или не махера и как босс босс бойс или буйс ну такие цветные такие с нитой слышен какой-то знает это все до свидания это у моего папы такая мода здрасте а что тебе папа блин 5 лет 4 разница ходили слушай как блин я и поверь с девками танцевала у меня брат у меня брат твоего возраста он тот хая то знаю в чем они ходили же ты мне рассказать брат твой на год старше меня ну и что уже через год свитера такие пропадают какие свитера я даже не помню ангоровые у нас были ооо с бусиками ангоровые вот тут была такая надпись бойс там что-то какой бойс цветные блин ну я фирмой цветными такими да у папы у меня такая была короче ладно не важно вот так как мы и живем спорим за каждой мелочи это все пора валить пора валить пора держи короче какие я штаны нашел крутые смотри зашли тут магазинчик youtube ах ты геть а вот это маленькие только да такие youtube больших это детские жаль ну ладно тут вообще смотри это тоже детские да и цены смешные 633 вот смотри какая адидас 400 гривен такая легенькая ты смотри как адидас не наклейка а красивая так сделано добротно сыночек спросил у мамы можно померить курточку мама ответила мере-мере-мере-синочка слышишь мамаша уже людям мальчик заходить за тебя ого мальчик вымахал какая приятненькая такая да тебе неплохо кстати ну если честно тебе неплохо в тему а дизелька и носить не сносить тебе еще лет 30 как раз для сравнения мы недавно были на меня смотри со штанами со всем вместе цена 307 сиденья ну да так помнишь фирменный а теперь будет все благодаря найк как бы найк это костюм люков-то двоица у меня уже в глазах в вашем магазине тоже костюм черной штаны тоже сколько стоит это тоже не так же плюс-минус сейчас посмотрим то же самое 379 так нормально да прикольно для семьи как говорил никулин для дома и для семьи против нервов а тут лучше или это именно такие же показы нормально только мне кажется она маловато еще маловато? да она коротковата коротковата потому что по рукавам она смотри по рукавам она не знаю но она у тебя задрота вот сзади на широк а побольше нету на размер? одна вот и живот вверху вот ты сейчас встал да? да и вот она стоит оттопыряная ну ты-то знаешь что она просто тут хоть как-то не ну за 259 грин можешь забрать ну еще ты собрался похудеть ты собрался худеть? да причем ты на широком а там нету веревки? а веревки нету? нет короче страны скорую ждем вызвали старушка накрылась медную медную что такое? что? поиск так а что с тобой? да ты же спортсменка активистка все на трамвай на троллейбус на чем поедет? я могу в смысле не можешь? да я орачу а что делать? так встань разомнись второй троллейбус будешь будешь ехать? куда я поеду? не знаю в четвертый не отложка двойка не ходит стоим опять на этом островке конечно тут стрёмно стоять блин когда вокруг машины ездят мы идем об этом говорим почему? так сделано что ты доходишь до середины может в этом есть какой-то смысл? непонятно может мы что-то не понимаем почему нельзя сразу чтоб прошли все и все сразу два кстати этот вообще заезжает на пешеходный переход задави меня блин плюс 6 градусов у нас в Харькове вон написано на ломбарде короче у моего дедушки был такой велосипед в детстве там полсела такие были велики это Украина Харьков ХТЗ с чаем с ласточкой блин точно это в моем детстве у всех такие были в нашем в селе велосипеды он оттуда наверх очередной секонд-хенд или это не а мне что-то кажется все эти мне уже вообще кажется что везде секонд-хенд да 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 пойдем в хит без маски забыл пошли посмотрим кстати вот требуется продавец консультант кому надо работа ого тут большой магазин да здоровенный ну что мы будем тут искать с тобой такой вон смотри племянничка да не нам такого не надо ну просто цены интересные стадеют на изгре а он же вырос он же вырос нам нужен этот кто хотел сказать намокнуть так что они помогут все детское 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 то есть все детское взрослые а там пойдем посмотрим видите какие тут кольца есть всякие это бижутерия печатки 300 400 гривен у нас иностранцы пучками ходят они по одному боятся ходить злых бандеровцев боятся таких вот бандеревок да говорил раньше во времена моей до войны да были здесь на научной две крутые пиццерии чарли вот здесь вот здесь прямо внизу а там сейчас такой бардак посмотри какая там сейчас это сейчас вообще короче канава 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 еще там по моему там был пожар пожар и до сих пор я жила с тобой раньше я говорю когда я училась в Сибироакадемии здесь была классная пиццерия так ну и что теперь что ты знаешь ты типа знаток великий Харькова доказала да кому нужна эта информация кому нужна эта информация технику буду показывать людей интересно я назову канал харьковские люди а что харьковские если ты будешь не в Харькове а что это да потому что я тебе говорю тут наверное магнитная буря мы туда шли тут ругали спорили идем назад по другой стороне тут наверное какие-то здания эти старинные как-то влияют наверное вот эти вот видишь все короче хватит ругаться ого не холодно садись да да видишь 250 что стопудов мой номер самый счастливый такой и вы хотите сказать что я вас обманываю за что респект науки 13 магазин Валерий иди Дань снимай за 12 лет ну да за 15 сдала адрес магазина это же 13 номер да помните мы когда-то специально она себе выбрала дом 13 слушайте когда-то зимой помните гуляли Валерка стал фотографироваться Мороз был такой помню да я его стою и выбегает или хозяй говорю давай сфоткаемся типа я выложу в инстаграме как будто это мой магазин пошли зайдем тебе сфоткаться же надо теперь да мы сейчас проверим работает оно или нет повторно а тебе надо остановиться или повторно не работает повторно не работает вот такой магазин уже полчаса уже полчаса стою фотографируется никто не выходит ну да я не поняла у тебя так выше как гостный магазин жена как плохушка ходит так иди оденемся пошли зайдем давай иди давай а я у меня нет фотоаппарата а что такое блогер у меня фотоаппарата нет магазин блогер и звонить нельзя написываться да да в смысле звонить с телефоном нельзя заходить так заходи сдавай телефон сейчас на тебя в полицию вызовут да маску одевай на тебя уже обратили внимание сейчас будут уже смотрят на тебя думают что ты проверка контрол 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 давай с Богом говорю Аня пошли в норку со мной она не хочет в норку в норку Аня давай быстро в норку залазь в норку классное название норка поясница все это кстати смотри если я вот тебе уже экскурсию проведу во-первых чувак идет в куртке впереди как у меня блин да сто процентов это же надо блин как ты себя чувствуешь когда ты встречаешь человека в такой куртке как у тебя как ты себя чувствуешь нормально таких из у меня нет а я свою ходил несколько лет не встречал а вот и теперь встречаю теперь блин короче что ты куртку чужой одел блин я когда купил десять лет назад ни у кого такой не было а теперь все в таких ходят ого ты носишь вещи да а когда мы сюда переезжали за год до того ну больше лет шесть на 14 год вот кстати отель националь тут жил Кельмис видишь флаги до сих пор ну приспущены до сих пор траур а ты вообще видишь изменения в Харькове ну расскажи что ты видишь ну ты замечаешь я вижу доллар упал ты замечаешь что до мусорных этих перестали да нет но это мы вчера заметили замечаешь что снег не убирается вот видите что еще ты замечаешь не знаю я знаю одно что совпадение и несовпадение такого никогда не было я уже мне с завода позвонили что ли за ботинки готовы но совбест не перечислил еще заводу деньги это вообще цирк инвалид инвалид не может ходить до сих пор это вообще какой-то капец куда обращаться если я раньше знала что у Кельмиса инстаграм и сайты а сейчас вообще ну тут куда так вот ему дядьки с цветами он на бигборде висит с той стороны может к нему надо обратиться я не знаю инвалид ДЦП оба ортопедическая блин лежит на заводе а они просто не могут ее отдать потому что им еще не государство как говорится а я узнала что государство еще за декабрь не перечислила им деньги то нам вообще это мы вчера короче шли еще за мусорки вчера мы шли вот эти были без пакетиков они говорят смотри или я ну короче мы обратили внимание что короче уже пакетиков даже нету на вот этих мусорных ну совпало может в этот момент да ну и нет ну оно не может а ну да может кто-то сорвал просто в основном я видел как их меняют их сразу снимают и новое одевают ну ладно и уже десятый раз до свидания мы сша